Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 19 том. Тема «Государство правителей». Вопрос 3362. Как сходили главные судьи в крае? Каков результат нашей общей молитвы? Услышал ли нас Господь? Отвечает Игнатий Тиханович Лапкин. Речь идет о моем деле. О защите чести, достоинства и деловой репутации. Смотрите открытым оком. Том 10. Вопрос 2327. Том 11. Вопрос 2477. Том 12. Вопрос 2719. Та же 2729. 2731. Том 13. Вопрос 2794. Том 14. Вопрос 2847. Результат будет виден намного позже. Считаю, что встреча была небесполезна. Беседовали один час и пять минут. Виктор Иванович Пашков, председатель краевого суда, телефон 632111. Раньше мы с ним неоднократно беседовали о Боге, о вечности, и он уже многое слышал от меня. Но вот ввели новые инструкции и судью отгородили вместе с его коридором. У дверей посадили охранника и сама дверь под кодовым замком. Не дозвониться, не встретиться. Но у него очень хороший секретарь с двумя высшими образованиями. Ольга Васильевна. Телефон 636082. Хороший секретарь, как и Евстегнеева, ВВ, ректора АГТУ. Это дар божий. Она помогала и соединяла меня со своим начальником 12.01.07 года. И вскоре она мне позвонила, сказав, что встреча назначена на понедельник 15.01.07 года. Что и сбылось. Конечно, меня интересовало его отношение к моему делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Как и сказала секретарь, дело лежало уже на столе. Позиция судей такова, что если приговор уже вступил в законную, скобка, беззаконную силу, то он, хотя и боссом является, не имеет права даже обсуждать, осуждать, подвергать сомнению правильность этого приговора. Когда этот параграф, который он мне и зачитал из тоненькой, зелененькой, в несколько листиков брошюрки, я согласился, что в него, очевидно, была заложена правильная идея. Иначе, как судить низших, если высший по прихоти своей или по заказу может отменять их решение? Но получилось, как и говорит апостол Павел, Римлянам 7, глава 10 стих. Заповедь данной для жизни послужила мне к смерти. Виктор Иванович не раз назвал меня и в этот раз, и раньше большим психологом. И потому, опираясь на его мнение обо мне, могу сказать, что, может быть, я ошибаюсь в том, что скажу, и тем опровергну его мнение обо мне, какое у него было до сих пор. Мне показалось, что он человек мягкий, добрый, но жутко боязливый, держится не за Бога, не за совесть, а за параграф, и страшно боится, чтобы его не подкусили те, кто на его место давно метит. И потому он так осторожничал, что разговор мог быть записан, и под него подкопом будет сделан подкоп. Он все время давил на параграф, что разные идеи могут быть доводы, одному нравится, другому не нравится. Приговор судей. Я же только одно дал Доню, что в моем деле не только ничего не было исследовать, а нужно было суде громко хлопнуть по столу рукой и выгнать всех лжесвидетелей, чтобы они морочили голову, так как не было того, что клевещет старый коммунист. Не было не потому, что смог бы я это доказать или подобрал хороших свидетелей, а по исключительности и уникальности доказательства не было самого места, где было якобы совершено мною преступление против человечности, против самого гуманного строя коммунистического людоедства. Это все равно, как если бы после исчезновения в водах океана Анклотиды, если таковая была, кто-то стал бы утверждать, что через три года был в Анклотиде и видел, как какой-то совершил преступление, что суд мог бы исследовать. В первую очередь установить дату исчезновения Анклотиды и все, что будет говорено, что будто бы было на улицах и в домах Анклотиды после этой даты, считать вымыслом сумасшедшего. Вот это я и твердил добрый десяток раз Виктору Ивановичу. Он терпеливо выслушивал меня и потом начинал читать выводы Краевого суда. А в этой папке и подшито мое название в опыль к нему же, к Пашкову В.И. И я прошу прочесть его. Но он снова читает выводы суда. Не было ли нарушено какое правило при судебном производстве? Были ли экспертизы, выслушивали ли нас судья Трилипченко, Г.А. Когда я сослался на лживость судьи, то он тут же уведомил меня, а я это и так знал, что судья уже не работает. Этим он желал мне уверить, что у них теперь дело лучше обстоит. Но я сказал, что хотя Трилипченко нет, но дух лжи к ним прилип прочно. Он тут и застрял. Когда я сказал, что я пришел не за тем, чтобы В.И. отменил и изменил сразу решение суда, но для того, чтобы встретить в них в судах не было такого безумия. Но он снова начал читать решение краевого суда, который не нашел причины для отмены решения первой инстанции. Я мысленно помолился и пристально посмотрел на говорящего мне. И мне показалось, что я вижу все суды мира, где вместо обличенных такой неограниченной ничем властью сидят не люди, сотворенные по образу Божьей, а мертвецы, облаченные в судейские тоги, мертвые и бездушные манекены. Я снова попросил, пожалуйста, прочтите эти шесть страниц моего вопля. И вдруг он совершенно чужим и вовсе не своим мягким голосом, а за могиле черства и сухо ответил, чуть ли не из угрозы, вы меня не ломайте, он ли это выдохнул. В.И. рассказал мне, что недавно с кем-то разговаривал, но так и не сказал мне, с кем именно. И те что-то начали говорить, что Лапкин делал что-то небескорыстно, и что он в В.И. встал на мою защиту. Вы не знаете этого человека, а я знаю. Стал припоминать мне мои слова, что я когда-то ему говорил, что рано или поздно, но правда восторжествует, и Бог все расставит на свои места, не история, а Бог. И тут я сказал о том, что не могла ли судья получить взятку большую раз в десять своего клада, что так осаживала она меня и так заступалась за коммунистов. Реакция В.И. была бурная. Он сказал мне, вот одним этим вы перечеркиваете все ваши добрые дела, если так о суде думаете. Я тут отрядового до этого поста дошел, и взятых тут нет. Я же ему напомнил, что и в Москве сажают судей оборотней, так почему же бы им не завестись в Барнауле? И напомнил об одной особе зверского нрава, которая подпирает его, а который столько раз слышал в городе, что она не берет, а гребет взятки. Очень много говорил ему о бессовестных судей и о невозможности им спастись на суде Божьем. С.В.И. не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным, сокрушить неправду, чтобы не бояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою. О развале страны прочитал и дал в руки ему самому прочесть слова Анатолия Федоровича Кони. Кавычки открыты. Там, где справедливость и правосудие не сливаются в единое понятие, там общественный быт поколеблен в своих нравственных основаниях. Кавычки закрыты. Мне настолько было жалко В.И., что так и хотелось там встать на молитву и помолиться его плененной дьяволом душе. Думаю, что услышал нас Господь, и судья выслушал меня великодушно. И уж никак не думаешь, чтобы он забыл этот часовой разговор. Он будет еще о нем дома в личных беседах с женой и с дочкой вспоминать, читая мои книги. Еще раз убедился, что хотя бы ты имел тысячу адвокатов, это ничуть не поможет в самом выигрышном деле, если Господь не поможет. Римлянам 9.16 Итак, помилование зависит не от живающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. А имеющему должность, как легко было бы и выправить безумие ниже стоящего клетка, написать самому Верховный суд и рассказать, что была допущена грубейшая ложь, и нужно немедленно отменить безумное постановление у живущего судей. И, конечно же, видя подпись председателя Краевого суда, там уж никак не могли бы проигнорировать его справедливую просьбу. Но, видимо, много удобнее спустя лет 70 создавать реабилитационные суды из-за отсутствия состава преступления считать сегодняшний яко небывшим. Сразу же созвонился с доктором юридических наук профессором Сорокиным Виталием Викторовичем. Телефон 36-64-58. Чтобы узнать, можно ли выступить перед его студентами, достучаться до их сердец, чтобы они не губили свои души, созвонился с профессором Теном Леонидом Васильевичем, ректором Академии экономики права, с той же просьбой. Притча 22-6. Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Исход 4-21. И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай прилицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. Беседовать приходится с судьей. Он генерал и в краевом масштабе. К нему клиент так просто не пройдет. Забаррикадировался и предбанит бабей. Я целый час стучу по сердцу сейфу, пытаясь совесть извалить наружу, вызвалить наружу. Не покривить бы самому, не сдрейфить. По делу моему азартно кружен. Ему дал доню целый битый час, что не было событий и места. О том, как коммунисты на меня рычат, в грязи безбожной, с потрохами месят. Пытаюсь документы показать, к дотошности тяну разгоряченно. А он параграф тычет мне под зад, пытается поднять мой ум ни в чемный. Ни бог, ни совесть в кабинет не вхожи. Куранты бьют последние часы. Не умиляюсь, говорю все строже, что судьи оборотни, взяточники псы. Припомню науфея Иисусану, бесстыжего, безбожного судью, что он и я на божий суд пристанем, там непременно бабки подобьют. Перед Пилатом связан и Христос. Святая истина стоит в кровоподтеках. Судья же до вопроса так и не дорос. Так что есть истина? Слепец возвал в потемках. За эту встречу многие молились, как некогда за Павла перед Фестом. Слова евангельские пережигали примесь. Чадит судейский кодекс с адским треском. О Господи, дай совестливых судей, саделать чадами у Божьей благодати. С Давидом, с Моисеем заодно добудет. Дай силы распрямиться всем горбатым. 16 на 1 на 7 игла. Игнатий Латкин Субтитры создавал DimaTorzok